Почему батюшки могут совершать таинства? Разгадка кроется в известном празднике. Технология управления гневом. Нужно ли держать в себе злость? Лекарство от депрессии. В семинарии открылась особая школа. Купол неба, стены, деревья. Необычным способом отметили праздник Троицы в Успенском мужском монастыре. Почему пришлось вынести престол на улицу? Ощущения замечательные, просто великолепные. Евгений не пошел в собор неподалеку от дома, а приехал за 20 километров в монастырь. Он не единственный паломник. Мирянси достало пребывать так много, что пещерный храм перестал вмещать всех желающих. Пока не построили новые, служба совершается на свежем воздухе. В них особенность. Здесь нет привычного иконостаса. Люди видят все, что происходит в алтаре. И сотворить его хлеб, все честное тело, креста, по его. Аминь. На торжество принято украшать храмы зеленью. Она – символ того, что Дух Святой является источником жизни на земле. Праздник называется еще и Пятидесятницей. Спустя 50 дней после воскресения Христа на апостолов сошла третья ипостась Бога. Бог есть Отец, которому все, еще в Ветхом Завете, о котором говорилось, которым все кланялись. Иисус Христос пришел на землю и показал, что Он Сын Божий. Показал, что Он второе лицо Троицы. И вот в день Пятидесятницы как раз объявилось, обнаружилось в своей полноте, можно сказать, третье лицо Святой Духа. Праздник является днем рождения церкви. Теперь благодать Духа Святаго может получить любой человек, но она подается только в церковных таинствах, например, в таинстве священства. Батюшка – это не просто образованный человек. Отпускать людям грехи выпускник семинарии сможет лишь только после того, как его рукоположат. Ту благодать, которую получили они в день Пятидесятницы, эту благодать они передавали и другим своим ученикам через возложение рук. Эти ученики апостолов, своих учеников также рукополагали. И так из поколения в поколение вот эта благодать через рукоположение дошла до нас. Среди даров Святаго Духа – мир и любовь. Переобрести их может каждый. Нужно лишь немного потрудиться. Так сделать это удобно во время Петрова поста. Он начнется 1 июля и закончится 12 праздником святых первоверховных апостолов. Братья и настоятеля, святые обители сия, птиторов, паломников, прихожан, святые обители сия, вас и всех православных христиан, да поменят Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и прииск, но и во веки веков. Аминь. Помочь тем, кого даже не помнишь. Накануне праздника Пятидесятницы еще один важный день – Троицкая Вселенская Родительская Суббота. Церковь молится в том числе о людях, попавших в ад. Исключение составляют самоубийцы. На службе поминаются от века усопшие, то есть все, кто жил на земле. Ведь человеческая память коротка. Редко кто может назвать имена своих прапрадедушек и прапрабабушек. У Бога нет, но все живы. Наша молитва за наших усопших сродников – это наше самое настоящее живое общение с ними. Мы молимся, мы просим у Бога упокоения нашим усопшим сродникам, чтобы Господь простил их всех согрешения. И вот эта связь наша через Христа Спасителя, мы же к нему обращаемся с молитвой. Она настолько прочная, настолько неразрывная, что нам даже представить это сложно. Но всю полноту того, что совершается в Церкви Христовой, в ее запокойном богослужении, мы поймем только когда сами лицом к лицу присоединяются миром духовным. То есть когда мы причтемся уже к нашим сродникам почившим. И тогда мы действительно почувствуем, насколько важна эта молитва, молитва живых за своих усопших. Неслучайное совпадение. Троицкая родительская суббота пришлась на 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. В 1941 году фашистские войска без предупреждения напали на нашу землю. За победу жизнью заплатили в том числе 22 тысячи дальневосточников. А боровская молодежь к печальной дате не осталась равнодушной. Возле вечного огня загорелись маленькие огоньки. Горожане выложили из свечей слово «Я помню». Мне кажется порой, что солдаты С кровавых непришедшие болеют. Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавли. Они до сей поры с времен тех дальних Летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса. Лекарство от депрессии в Хабаровске открылась школа колокольного звона. В качестве учеников пока дети будут ли давать мастер-классы для взрослых. Раскачем до такого момента, чтобы при минимальном приложении ваших сил он смог ударить в кольцо. Старшая группа учеников на высоте. Расстояние от земли до колокольни Спаса Преображенского собора 14 этажей. Занятие ведет звонарь со стажем студент семинарии Андрей Бузук. Признается у профессионалов свои секреты. Так между ударами читается 50-й покаянный псалом. В этом случае благовесть, что призывает людей на службу равномерный. 50 секунд прошло, звук примерно рассеялся. Дочитываешь 50-й псалом, уже раскачиваешь. И еще один момент. Занятие проходит не только здесь. Ребята осваивают искусство в Успенском храме на колокольнях семинарии. Всего в школе 30 детей. Желающих было больше, да мест не хватило. Среди счастливчиков Дмитрий Лесков. Он сам уговорил родителей отдать его летом на необычную учебу. Дело в том, что он ездит на службы в мужской монастырь, а там вот-вот появится звонница. Мальчику хотелось бы попробовать свои силы. Когда ты звонишь, или кто-то звонит, у тебя в душе проявляется такое чувство, такая радость. И на других инструментах это не передашь. Например, на гитаре, да, красиво, но ничего более. Мелодично, очень похоже на мой голос мамы. Это уже вторая подобная смена. Идея создать школу руководителям семинарии пришла на Пасху. Дело в том, что в течение светлой недели ударять в колокола разрешалось всем желающим. Вот и раздавался в городе звон а-ля «Кто во что гораст». Чтобы превратить его в музыку, было решено мирян учить. Ни одного человека, наверное, колокольный звон не может оставить равнодушным и не побудить к тому, чтобы задуматься о красоте этого мира, о вечности, о Боге. Это для души человека бесследно не проходит. Это видно, это живо и действенно. Это заметил и Андрей. Ему доводилось не только учить, но и проводить экскурсии на колокольню. Когда приезжают люди хмурые, уставшие, для них, может быть, даже что-то не нравится, может, они даже вообще не церковные. Их сюда затащили насильно, они считают, что им сейчас что-то будет навязывать. Их приводишь на колокольню, звонишь для них, и они сразу другие становятся. У них сразу появляются улыбки. У них зафиксированы случаи, когда колокольный звон исцелял от ракового опухоли. Ну, на мгновение забываешь, что вообще ты на земле находишься. Кстати, освоить мастерство загорелись и родители учеников. Так что, возможно, в сентябре начнутся уроки для взрослых. Субтитры создавал DimaTorzok «Ты разгневался? Выплесни злость» – так советуют людям многие бизнес-консультанты. Среди россиян проводятся тренинги, посвященные негативным эмоциям. Спорные рекомендации даются не только взрослым, но и подросткам. Представители хабаровской молодежи откровенно поговорили с митрополитом на известную тему. Нужно ли выплескивать негатив, если мероприятие не удалось? На группе было ясно сказано, что негатив и агрессию нужно выплескивать. И делать это вообще нужно двумя путями. Первый – это конструктивно, выявляя недостатки в самом мероприятии. И второй – в качестве вот субъективной такой разрядки привели пример японской компании, где вставили чучело начальника, и его можно было икать, и чем бой народу. Если людям, может быть, станет легче действительно и не причиняя другому человеку зла, то, возможно, да. Потому что, например, если человек будет копить себе гнев, это каждый человек испытывал на себе. Человек просто копит, 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 и тут ему кто-то сказал слово лишнее просто. И он все это выливает на человека. Вы хоть отчасти представляете, что должен делать ассистент-менеджер по персоналу? В тактичной форме ответить человеку, почему-то со мной, почему вы со мной так разговариваете? У нас сами равные права, у вас одни обязанности, у меня другие. Давайте-ка мы будем соблюдать субординацию, да, вот на работе же мне сказали, все, по конкретике. Ну, а для того, чтобы это объяснить, нужно иметь очень мирное состояние души. Потому что если начинаешь объяснять в гневе, гнев и получишь. Потому что когда человек раздражен, он обращает внимание не на слова, а на что? На состояние души. А состояние души выражается не в словах, а в интонации, в эмоциях. Когда два человека кричат друг на друга, они не слушают аргументов, они не слышат слов. Гнев не может быть праведным, потому что гнев, это само по себе, это грех. И праведный грех, это невозможно. И поэтому, если все начнется с того, что мы будем выливать свой гнев, который будем допускать в своем сердце, вначале на дроба, потом там еще какие-то заменители найдем. В конечном итоге это выльется в другое, более сильное воплощение этого гнева. И гнев, его воплощение, оно не дает никаких положительных результатов. Что будет от того, что мы пойдем на кричит нашего начальника, который, допустим, нас нанимит? Никаких положительных результатов от этого не будет. В гневе человек, человеку кажется, что он прав. Вот когда человек раздражен, попробуйте ему возразить что-то. Он сразу найдет сто аргументов, поэтому с ним трудно спорить. Ну, в моем резюме? В каком резюме? Да вы что думаете, вы одна, столь, присылаете резюме? Ну, у меня вон их сколько, видите, этих резюме? Я забален с ним по горло. Разумные доводы не действуют. Разум помрачен гневом. И вот здесь я бы хотел, я думаю, что вы не очень знаете, или, может быть, не слышали никогда, а может, слышали, но забыли. Есть несколько законов аскетики. Православная наука, да? Которая учит человека владеть самим собой. Так вот, в этой аскетике существует несколько законов. Я только один из них сейчас сформулирую. Всякое попущение греху его усиливает. Всякое противодействие греху его ослабляет. Что имеется в виду? Если я... Если вдруг я разозлился, разгневался, и если я не попытаюсь его преодолеть, этот гнев, если я дам ему выход, он усилится. Что это означает? Он придет в следующий раз, и мне с ним будет сложнее бороться. Он усилится, он укрепится. Более того, он будет чаще приходить. Чем чаще я ему пускаю, тем чаще он будет приходить. Более того, совершенно правильно, Алексей. Если у меня сейчас гнев только на начальника, если я буду попускать, если буду давать ему выход, если я буду давать ему владеть собой таким образом, этот гнев потом будет проявляться и на других, и на домашних, и на прежде самых любимых людях. Если же я противодействую этому гневу, если я борюсь с ними, стараюсь его преодолеть, он ослабляется. Даже если мне не удастся его одолеть, я все равно сорвусь. Но я все силы употребил для того, чтобы ему воспрепятствовать. Я все равно стал сильнее. Мне сильнее, Господь мне сильнее сделал. Конечно. Вот есть такие законы аскетические. Вы можете с ними согласиться, можно нет, но поверьте мне, это законы, которые действуют всегда и всюду. Человек так устроен. Ну а все-таки, ладно, я и православие, и святые отцы, и аскетики считаю, что вот так бороться с грехом не надо. Вы даете ему выход, он закрепляется у вас. А как? Работа, столкновение, резкий сразу всплеск, раздражение против этого человека. Ну и еще мозг ваш, разум не затуманен. Вы понимаете, что этого нельзя делать. Это надо преодолеть, еще не захватил гнев полностью вас. У вас еще есть остатки сил сопротивляться. Что делать? Директора вашего учреждения, Калугина. Ну, ну, смирей, смирей. Самодур? Угу. Самодура. Я делаю как, либо за себя усмиряю, чтобы у меня было больше времени, да, прийти и обуздать этот гнев. А если есть возможность, лучше уйти, разорвать дистанцию с человеком, сделать паузу, прервать эту беседу, да, то есть пойти там умыться. То есть такие простые вещи, буквально там через 10 минут со спокойным решением, уже осознанным внутри. Потом нужно еще подумать, а вдруг я вот что-то вот не то действительно сделала? Если есть силы, если есть время, то надо понять, а может быть я действительно не прав. Вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Бессердечная. Сердечная. Сухая. Мокрая. Нужно просто сделать паузу, потому что дьявол, он любит спешку. Когда мы не успеваем обдумать ситуацию, то тогда на нас легче воздействовать, и тогда мы принимаем неправильное решение, мы говорим быстро. Вот когда мы говорим быстро, то мы часто говорим не подумав. Сделать паузу. Не делайте ничего. Ничего не говорите, ничего не делайте. Оля посоветует, уйдите из этой ситуации, выйдите из нее, отстранитесь, уединитесь там, идите умойтесь, или там зубы почистите кому-нибудь. Ну это я так, ну это помойте посуду. Помойте посуду, только не бейте ее, конечно. Есть такой даже психологически очень простой прием, досчитайте до 20, про себя только, про себя. Кто-то говорит еще слонов, представьте 20 слонов, одновременно сразу еще воображение будет работать, отвлекать ум от гнева и так далее. А? А не задерживать. Вот здесь, наверное, лучше, наверное, как можно чаще, наоборот, дышать. Ну это кому как. Кому как, можно задерживать. Мне, допустим, если я несколько раз выдохну в таком состоянии, мне сразу это немножко облегчение, большое прино, ну не большое, но приносит телесное облегчение. Первая заповедь, первое правило, никогда не давайте гневу выйти. Лучше всего, конечно, внимательно, четко сотворить Иисусову молитву. Почему? Потому что в этом случае лучшего и не придумаешь. Гнев, что означает гнев в душе, да? Это означает, что демон уже вами овладел. С помощью чего можно бороться? С помощью кого? Только с помощью Господа. Только благодать Божьей, может, из души его изгнать. Поэтому молитесь. Только не в лицо человеку, потому что им тоже гнев владеет. Если вы так поступите, понятно, какая будет реакция этого демона. Про себя, Господи, помоги. Даже Иисусова молитва в этом случае будет очень-очень длинной. Господи, Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешного. Пожар легче предупредить, чем загасить, да? Вы же не первый раз раздражаетесь, наверное, в жизни. Вы, наверное, чувствуете, что вами эта страсть владеет часто. Кем-то да, кем-то нет. Но если часто, вам нужно обратить внимание на предварительную подготовку. В чем она состоит? Обязательно утром, как только поднимаетесь, обязательно молитесь Господу своими словами о том, что Он помог вам не только эту страсть преодолеть, но помог вам обрести любовь. Потому что любовь, она изгоняет любовь к нему. Где гнев, там есть, там нет. Вот дальше очень важно. Утром же. Если какой-то конкретный человек вызывает в вас раздражение, молитесь о нем и утром, и вечером. Молитесь о нем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!